Ребятушки, что мы делаем с нашей пузаниной? И вот какая пузанина получилась у нас через 3 дня, ну через 2 дня, 2 с небольшим дня, смотрите какая она упругая, плотненькая, мясо стало плотней, что я сейчас предлагаю сделать, смотрите у меня есть картофель, который нам в общем-то понадобится для того, чтобы мы сделали выкладку, смотрите, берем как можно больше картошку, убираем всякую черноту с картофеля, то есть убираем какие-то черненькие ненужные некрасивые вещи, дальше режем картофель так, чтобы по высоте она была примерно одинаковая, выкладываем ее в гастроемкость, это мне не нравится, Итак, выкладываем картофель примерно одного размера в нашу гастроемкость, то есть нам нужно сделать, ну так скажем, подушку для нашего мяса, для того, чтобы наша подушка была вкусная, давайте посолим нашу картошку и замаринуем маслом, сначала посолим, потом зальем маслом и перемешаем, вот так, хорошо, конечно же сюда еще нальется наш соусок или жир от мяса, но тем не менее, картофель будет жариться уже изначально и по соли он будет хорошо, то есть картошка у нас в мундире, картофель примерно одного размера, для того, чтобы он приготовился одинаково дальше, мы берем нашу кузанину, вот смотрите, какая она классная, ну, немножко счищаем с нее чесночок и выкладываем наше свиное брюхо на картофель, который мы предварительно немножко сдобрили маслом и посолили, вот в таком вот виде мы убираем наше брюхо параконвектомат, томиться оно будет где-то 2-2,5 часа, ну и за это время приготовится у нас одновременно и картофель и мясо, параконвектомат это практически духовка, для тех, кто интересуется приготовлением дома, вы можете в принципе поставить в вашу духовку, либо в газовую, либо в электрическую, самое главное, чтобы ваша картошка была примерно одного уровня и ваше мясо было примерно одной толщины, итак, отправляем наше мясо в параконвектомат на 2 часа, так, прошло полтора часа, смотрим, какая температура внутри свинины, засовываем датчик и смотрим, опа, свининка-то у нас уже готова, давайте посмотрим, что у нас там внутри, давайте посмотрим, что у нас там внутри, ребята, внутри у нас все хорошо, ребят, ну вы видите, да, что наша свининка, во-первых, шкурка очень мягкая, смотрите какая, здесь она хрустящая получилась на конце, да, здесь она получилась мягкая, мы выкладываем нашу свинину, вот так и вот так, ну и соответственно, ребят, картошечку, картошечка у нас получилась тоже с припеком, смотрите какая, смотрите какая картошка получилась, видите, нет, картошечку мы выкладываем вокруг нашей хрюшки, вот так ее ломаем слегка и выкладываем, я видел, как немцы на Октоберфесте вот так вот ее специально ломают и вот так вот ее выкладывают, давайте мы так же сделаем, давайте сделаем свой Октоберфест в нашем Танрисе, поехали, ай, хорошо, ай, картошечка заходит, шикардос, вот так, ребят, ну а остальную картошку можно как-то тут разбросать асимметричненько, ну, это блюдо примерно на компанию, ну не знаю, 8-10 брутальных мужиков, ну а если это девушки, то, наверное, 20, ну, чтобы совсем уже было все правильно, вот этот жирок на картошечку, жирок на мяско, ребят, вот так сливаем и он у нас тут в тарелочке расползается, вот так, вот она такая у нас брюшина, такая вот она у нас получилась, вот теперь все. Мясо-то готово, мясо-то готово, ребята, опа-па, сейчас мы его будем сервировать, смотрите, какое оно красивое, и снизу, и сверху, и сбоку, мы берем лопаточку, поднимаем наше мяско лопаточкой, выкладываем его на лавашек, ребят, лавашек должен быть, ребятушки, ну, не скупимся, на красный цвет наших красивых овощей. Итак, блюдо, которое только что получилось, так и называется говяжий антрикот с овощами. С вами был Сергей Федорченко и все магазины Автабрис. Не переключайтесь, приятного аппетита и оставайтесь в теле! Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует...